Библиотека и театр – союз этих культурных учреждений НИНОВ. Уже много лет сотрудники республиканских организаций совместно реализуют различные проекты. К примеру, Республиканская детская библиотека уже более года тесно сотрудничает с театром кукол. Вместе они делают поход на спектакль интереснее. Мы уже очень хорошо работаем с Государственным театром кукол в Республике Мордовия. Посещаем их спектакли. Перед спектаклями у нас книжные выставки проходят. Детишки очень с удовольствием смотрят наши книжки. Это уже больше года у нас с ними такой проект. А сегодня мы открываем Библиомарафон. Он приурочен у нас году театра в Российской Федерации. Библиомарафон – это целый цикл мероприятий. В течение всего года ученики разных школ будут встречаться с теми, кто непосредственно связан с миром театра и готов рассказать подробнее о закулисной жизни. Первыми секретами поделились актеры Николай Большаков, Нина Обросимова, Лариса Сидорина и Александр Челышев. У каждого свой рассказ, своя история. Встреча с детской аудиторией всегда интересна. Есть что рассказать и есть чем поделиться, потому что творческим людям всегда интересна встреча с аудиторией, тем более с детской. Когда идет разговор норовоучительный, детям это не очень нравится. А когда есть какие-то факты интересные из театральной жизни, это их всегда заинтересовывает и приближает. И возникает доверительный разговор. Доверительный разговор получился и в этот раз. Так Николай Большаков в легкой и даже немного шутливой форме рассказал о театральных жанрах. Впрочем, на этот раз к нему на встречу пришел пусть и юный, но очень подготовленный зритель. У меня было очень весело, у меня даже как-то волнующе. Мне стало очень интересно, а что же там будет на этой встрече. Театр сам любишь вообще? Очень люблю. Особенно всякие спектакли и балет. Я ходила на спектакль Елены Премудрой. Ну, в общем, отцаревна лягушка. А что тебе там в этой сказке нравится больше всего? Ну, мне нравится, как все сыграно, как все отрепетировано. И это только первая встреча. Таких увлекательных путешествий в мир театральных подмостков будет гораздо больше. Посиделки с артистами обещают устраивать каждый месяц. Юлия Мамаева, Владимир Надькин. Народные новости.